Таисия Павали. Сейчас на Украине другие звёзды. Народная артистка Украины переживает не лучшие времена. На родине ей не дают выступать, не пускают в телеэфиры, считают чуть ли не врагом. Но Таисия не думает каяться перед согражданами, наоборот, готовится к большому концерту в Кремле. Таисия, вы не давали сонных концертов в Москве ровно 6 лет. Почему возникла такая пауза? Просто была внутри какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в душе артиста. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались всякие гонения. В общий период в жизни был непростой. В этом мне везёт. И сорокалетие совпало с событиями на Майдане, и на 50 лет снова Майдан собрался. Я даже не опраздновала свой юбилей. Просто было очень грустно. Уехала в Испанию. Долго жила среди природы. Ушла в себя. Искала ответы на все вопросы. И вот тогда я многое поняла, осознала, что должна выполнить свою миссию на этой земле, несмотря ни на какие преграды. После этого мне захотелось петь песни, а заодно и отметить юбилей, который пришлось пропустить. Прежде на Украине вы были Примадонной, певицей номер один. Переживайте, что сегодня отношение к вам изменилось. Просто понимаю, что всё это процессы, на которые мы повлиять не можем. Мы же не в силах изменить историю, переиграть какие-то вещи. Но в сердцах многих людей всё равно я осталась. Поэтому просто надо делать своё дело. Как бы тебе не мешали, какие бы палки в колёса не вставляли, как бы не закрывали рот. Украина – основной поставщик талантов на российскую эстраду. Королёва, Долина, Лолита, Лорак, Ловода, Протару. Как думаете, почему кузница певческих кадров именно у вас? Потому что мы талантливые. Если серьёзно, то испокон веков украинцы и русские были самыми близкими друг другу народами. И никто никого не делил по национальному признаку. Мы были одной семьёй. Сейчас на Украине в Погоре другая элита, иные звёзды. Ну что ж, пусть они процветают. А я только буду радоваться, если людям понравятся новые артисты. А в Москве у вас есть собственные жильё? Нет, пока снимаем. В 2005 году, правда, планировали купить здесь квартиру. Но нас остановил тогда Коля Басков. Мол, посчитайте, выгодно ли вам это. Словом, ничего не вышло. Словом, ничего не вышло.